Здравствуйте друзья. В этом обзоре мы с вами рассмотрим еще одно устройство Атакара из серии T1. Это обновленный датчик движения RTC-JQ12LM, занимающий промежуточное положение между первой версией с 11 номером модели и датчиком присутствия которому присвоен 13 номер. Разберемся чем новинка отличается от своего весьма распространенного предшественника. Модель Акара T1 RTC-JQ12LM. Тип. Датчик движения и уровень освещенности. Протокол ZigBee 3.0. Питание. Батарейка CR2450. Дальность обнаружения до 7 метров. Угол обзора 170 градусов. Рабочая среда. Влажность от 0 до 95 процентов. Температура от минус 10 до плюс 45 градусов Цельсия. Размер 30 на 33 миллиметра. Поставляется устройство в характерной для ориентированных на китайский рынок устройств Акара, белой картонной коробке с минимум полиграфией, с изображением датчика и логотипом производителя. Внизу есть указание на то, что это модель T1. На нижнем торце указаны основные параметры устройства про которые мы уже поговорили. К слову, это устройство тоже относится к разряду редких, на Алиэкспресс я эти датчики не встречал. Перейдем к содержимому коробки. Как видите, тут все сделано таким образом, чтоб датчик не летал по коробке во время пересылки и доехал целости и сохранности. В комплекте поставки, кроме инструкции на китайском, сам датчик движения, а также ножка подставка с наклеенным с обеих сторон двусторонним скотчем. В коробке нашелся еще один запасной кусок. Внешняя Акара T1 неотличима от первой версии датчика Атакара. От самого старого датчика Xiaomi они отличаются ножкой подставкой, окошком датчика освещенности сверху и кнопкой сопряжения сбоку, у Xiaomi там отверстие для скрепки. Наличие ножки очень удобная опция, так как позволяет устанавливать гаджет на вертикальной стене, поворачивать и сгибать под нужным углом. В нижней части датчика указана серия T1 и номер модели 12. Эта часть съемная, она представляет собой крышку батарейного отсека. Батарейка тут применена та же, что и в старых датчиках Xiaomi Acara CR2450. Кстати по своему опыту скажу, что ее хватает на несколько лет активного использования. Пример установки такого датчика на вертикальной стене. Угол наклона регулируется в зависимости от того, где нужно фиксировать движение. При таком положении датчик обнаруживает движение прямо под собой. А если разместить его под самым потолком и направить под углом вниз, то он сможет фиксировать движение в целой комнате. Родным приложением управления для этого датчика является Acara Home. Ищем в списке устройств Acara T1 и выбираем шлюз для подключения, у меня это Acara M2. Далее, согласно подсказкам, жмем на датчике кнопку, пока он не моргнет синим цветом три раза. Ждем в завершении процесса сопряжения. Датчик добавляется в список устройств, он будет показывать и статус по обнаружению движения, и уровень освещенности. Перейдем в настройки датчика, меню находится справа сверху. Обязательно проверяем версию прошивки. В настройках находится опция, которая является ключевым отличием этого датчика от предыдущей версии, период обнаружения. Это то время, которое проходит с момента обнаружения движения, до его перехода в состояние выключено. У первой версии оно по умолчанию составляет 2 минуты. В этой, можно выставить вручную, в пределах от 1 до 200 секунд. Вторым отличием является протокол Zigbee 3.0. После установки желаемого интервала в примере 10 секунд, нужно подтвердить изменения нажатием на кнопку датчика. На самом деле это делается, чтобы вывести его из спящего режима. После, без разборок и паек, датчик остается в активном состоянии с заданный промежуток времени. Вот примеры журналов сработок датчика. Видны многократные срабатывания в течение одной минуты. В случае изменения уровня освещенности, при обнаружении движения будет передаваться и его значение в люксах. Из особенностей стоит отметить, что в приложении не отображается, активен датчик движения или нет. Тут видно только время последнего обнаружения движения. В датчике освещенности видно время последнего замера. Для каждого из датчиков имеется исторический график количества срабатываний и уровня освещенности. В автоматизациях датчик может использоваться в разделе если, как триггер. Никаких действий понятно, он делать не умеет. И в качестве триггера доступны условия. По обнаружению движения вне зависимости от уровня освещенности, с привязкой к нему и отсутствие движения в течении заданного интервала. При выборе опции движения с зависимостью от уровня освещенности, нужно указать значение в люксах, выше или ниже которого будет срабатывать автоматизация. Это пригодится например для включения освещения в темноте по движению. Для отсутствия движения указываем временной интервал. В качестве примера автоматизация, которая шлет уведомление после минуты отсутствия. Кстати пуши Vakara Home могут содержать рандомный текст включая кириллицу. Вот сработка автоматизации после минуты отсутствия движения, которое было в 19.43, пуш пришел в 19.44. Также этот датчик может работать как триггерное условие для сработки сигнализации, так как он напрямую подключен к шлюзу. А Akara M2 умеет работать как домашняя сигнализация. В примере к нему подключен датчик открытия Xiaomi и герой обзора. Каждый из них по отдельности и оба одновременно, могут работать как триггеры для сигнализации. Вообще это классический вариант использовать в паре, эти два датчика. Мой шлюз Akara M2 проброшен как мост в Apple HomeKit и автоматически перебрасывает подключенные к нему датчики и открытия и движения. Тут же есть и уровень заряда батарейки датчика. Здесь виден текущий статус есть движение или нет, и легко можно отследить что он изменяется в течении заданного в настройках интервала времени, у меня это 10 секунд. А вот показания освещенности я тут не увидел, только движение. Добавить датчик в Mi Home можно используя модифицированное приложение с сайта copyba.ru. Для этого понадобится шлюз с поддержкой Zigbee 3, например третья версия Xiaomi. Переходим в раздел подключения дочерних устройств и выбираем датчик движения T1. Далее стандартная схема. Следуя указаниям мастера подключения удерживаем 5 секунд и ждем пока устройство добавляется в систему. Все это, еще раз уточню, на модифицированной версии Mi Home с сайта copyba.ru регион Китай. Тут новинка добавилась как самый обычный датчик движения Acara. Настройки изменяющей время обнаружения нет, все по умолчанию. В автоматизациях доступны триггеры по движению, движению в зависимости от условий освещения и отсутствию движения в течении заданного интервала времени. На iPad у меня установлен официальный Mi Home. Сам датчик, добавленный в кастомизированной версии, тут виден, но зайти в его плагин нельзя, как и найти в списке устройств доступных для добавления. Регион тут тоже естественно установлен Китай. Также датчик не добавляется в Apple HomeKit, куда шлюз Xiaomi добавлен в качестве моста. Добавление доступно только с Acara Home. Теперь перейдем к альтернативным системам и начнем с Zigbee2mqtt. Тестирование использовалось последняя актуальная на дату обзора 1.2101. Добавление по отработанной схеме, включаем режим сопряжения на координаторе, на датчике зажимаем кнопку до 3 меганий светодиода. Этот датчик официально поддерживается в системе, появляется без необходимости написания внешних конвертеров. Картинка, номер модели все определилась корректно. Датчик, как и другие, которые работают от батареек, является конечным устройством и не передает через себя данные от других участников Zigbee-сети. На вкладке Exposes есть состояние датчика движения, ползунок для установки времени режима обнаружения, уровень заряда батарейки и качество сигнала. Кое чего не хватает. А именно уровня освещенности. Его тут нет. Это просто датчик движения, хотя и с изменяемым интервалом обнаружения. Кстати после его изменения, на датчике нужно нажать кнопку чтобы разбудить. Вот так выглядит страница устройства в Home Assistant. Установка работает корректно, датчик фиксирует движение и переходит в статус нет движения через 10 секунд. Именно столько я установил в Zigbee2MQTT. Я специально проверил в MQTT Explorer по времени изменения состояния топиков между обнаружением и отсутствием движения. Как видите, чуть более 10, но менее 11 секунд. В этом тесте тоже соблюдена традиция добавления нового устройства в поддержку для SLS шлюза, за что отдельное спасибо автору прошивки Григорию за оперативность. Датчик поддерживается в версиях не старше чем от 16 августа 2021 года. Запускаем на шлюзе режим Join и держим кнопку на датчике, все стандартно. В ходе подключения еще может быть запрошено нажатие на кнопку сопряжения для проведения интервью. Для датчика создан конвертер под номером 58. Все, модель, картинка, тип устройства определяется корректно. Конвертер тут аналогичен Zigbee2MQTT, то есть уровня освещенности вы здесь не найдете, но зато есть возможность изменения интервала обнаружения. Помним, что датчик в этот момент не должен быть в спящем режиме, разбудить его можно нажав на кнопку сопряжения. Страница устройства в Home Assistant. Из отличий, сравнивая с Zigbee2MQTT, тут вместо уровня заряда батарейки напряжение на ней. Здесь я провел тестирование интервала в 15 секунд. В истории изменения топиков MQTT Explorer видно, что фактически интервал чуть больше, в пределах 1-2 секунд. Главным достоинством новой версии датчика является настраиваемый интервал обнаружения, что очень удобно для основного кейса использования управления освещением. Например, в проходных помещениях свет будет загораться только когда там кто-то есть и гаснуть через несколько секунд после того как движение прекратится, а если вы вернулись через несколько секунд, датчик снова сработает. К условным минусам и тони датчика от текущего конвертера в Zigbee2MQTT и его варианта в SLS, является отсутствие уровня освещенности. Но тут я должен отметить то, что датчик освещенности в герое обзора довольно условный, как по частоте, так и по показаниям. Если вам его действительно надо измерять, лучше использовать отдельный датчик, например от Xiaomi. На этом все, надеюсь что видео было вам интересным и полезным. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новое видео, подписывайтесь на мой канал. Новости и интересные ссылки на устройство умного дома я публикую в своем телеграм канале, ссылку на него вы найдете в описании под видео. Спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok